В России еще 11 видов животных признали вероятно исчезнувшими. К такому выводу пришли специалисты Минприроды России в ходе последней инвентаризации. Какие угрозы для экосистемы могут последовать, разбирался наш корреспондент. В России редкие виды живых организмов попадают в Красную книгу, в которой выделено 6 категорий редкости, соответственно от 0 до 5, от исчезнувших до восстанавливающихся видов. По результатам исследований еще 11 видов животных отнесли к категории редкости 0. Среди них тюлень, монах, кулан, лошадь Паршевальского и другие. Однако категория 0 еще не говорит о полной потере вида для природы. В науке известны случаи, когда вид, который уже много-много лет на данной территории считался исчезнувшим, при смене экологических условий или условий года, тем не менее, как-то себя проявляет. В живой природе исчезновение 11 видов – это вообще рядовое событие, потому что климат Земли постоянно изменялся на протяжении всей геологической истории. Я вам хочу сказать, были периоды, когда тысячи, десятки тысяч и миллионы видов вымирали и заменялись другими видами. Такие явления наблюдались во времена ледникового периода и глобального потепления. Это естественный процесс, который наблюдался на протяжении всей истории планеты. В то же время вид не может просто исчезнуть, он должен замениться другим, ведь экосистема представляет собой сбалансированные сети и цепи питания. Поэтому потери нескольких видов угрозы не несет, чего нельзя сказать о массовых уничтожениях. Основная причина вымирания видов в природе – это далеко не прямое истребление, это уничтожение места обитаний. Поэтому, допустим, добыча нефти, добыча природного газа, разработка месторождений полезных ископаемых для уничтожения видов и снижения биоразнообразия – это процесс в разы более опасный, чем, например, охота или плановый отстрел. Вопросами сохранения биоразнообразия в России занимаются Министерство природных ресурсов и экологии, а также Федеральная служба по надзору в сфере природопользования. Напомним, в марте прошлого года в последнюю редакцию списка «Красной книги» вошли 43 новых таксона, то есть систематические группы. По словам Гузель Валеевой, это можно объяснить совершенствованием методов научных исследований. Дело в том, что, например, в настоящее время биологический прогресс переживает такая систематическая группа, как насекомые. Но при этом количество видов, которые описаны, составляет около 1 миллиона. Тогда как по оценкам энтомологов, общее число видов может составлять в 5 раз больше, то есть до 5 миллионов видов. Таким образом, на протяжении последующих лет человечество может ожидать изменения картины биоразнообразия окружающего мира. Соответственно, список «Красной книги» может пополняться. Диана Желенкова, Фарид Захитаглы, Универньюз.